Далее. Ситуация, когда вы снимаете снег, например, это восхождение на Монглан, ледник Моди, вот вершина Монглана, за сутки до подъема на вершину, камера D700, объектив 24-70, поджаг до 14 и СО-200, 1-125. Если посмотреть на гистограмму, то видно, что у нас очень сильно переконтращен световой диапазон. В высоких светах безумный всплеск, вот такой вот зубчик висит в правой части и фактура снега отсутствует, то есть снег кажется выбеленным. Самая большая ошибка на этапе съемки позволить снегу моргать, красным подсвеченным, да, в каждой камере есть. Уводите в минус экспокоррекцию, вы потом достанете из этого снега фактуру без проблем. Она в снегу есть, это 8-9 зоны, она там присутствует, но главное экспокоррекция. Если вы сняли технически верно, как в этой ситуации, у меня, смотрите, даже есть запас под теневой диапазон. А вообще ситуация сложная, поскольку это в районе полудня сделанный кадр, нереально контрастная сцена. Это, ну, что может быть хуже, чем в Высокогорье, самая высокая точка Европы, сверху бьет переконтращенный, нереально сильный световой поток, отражается от снега. Ну, хуже, я не знаю, что можно представить вообще. Сейчас Олег пишет, как оценить гистограмму верно, если фотооперативная построена по JPEG? Да, она построена по JPEG, но, как правило, если вы не ошиблись по балансу белого, вы попадаете в ту же гистограмму, по большому счету. Примерно держите хотя бы треть стопа в правой части, чтобы у вас оставалось. Этого хватит. Пол стопа, ну, за глаза. Больше вряд ли нужно. Вот. Погрешность не составит больше, там, четверти стопа. Я ни разу не встречал такого. Но если только у вас явно не перепал, там, безумный в светах из-за температуры, да, световой. Окей, как бы то ни было. Что нужно сделать? Нужно фактуру проявить. Она вся у нас в диапазоне нашем находится. Что я сделаю первое? Ну, я понижу в средний тон. Логично, мне надо немножко этот вот пик разнести в светах. Увожу в мину в средний тон, понижая общий контраст. Для чего? Чтобы немножко деконтрастировать весь диапазон, я потом в небо верну контраст. Но сейчас я работаю по всему кадру, наоборот, стараюсь сгладить эти чрезмерные перепады между зонами. Движки основной секции. Увожу в минус blacks, черный, для того, чтобы он, там, до точки отсечки появился в глубине скал. Высветляю shadows, то есть я разношу зоны от нулевой, там, с нулевой на первую до, там, четвертой, пятой. А дальше, следующим шагом, я уведу white справа и highlights в минус. Сейчас, этим самым я вытаскиваю, уводя highlights в минус, фактуру из снега. Проступили палатки, проступила тропа, идущая к вершине через ледники и трещины. Понижение контраста сказывается на том, что просто мы слегка этот грубый свет смягчаем. Я теперь градиентом в верхней части верну тот самый контраст, который я только что так безбожно убил по всему кадру. Понижаю средний тон, повышаю highlights, поскольку мне нравится, чтобы вершина тоже стала светлой. И не нежа темная вершина должна выделяться на фоне неба. Понизли средний тон, подняли контраст, подняли highlights. В снегу фактура присутствует. Алекс, а если сильнее градиентом highlight по снегу понизить? Да, можно, без проблем. Можно сильнее. Видите, он уже есть, я вижу фактурный рисунок одним только движением глобальным. Да, я потом это градиентами более мягкими под углами могу накладывая сделать, вытащить еще больше фактуры. Но идея в этом, то есть фактически у нас проступает из вот такого кадра. Смотрите, он был начальный, это камерный джипег тот самый. Вот такой, более контрастный с проработкой фактуры. Но самое главное, не пережигайте, я просто заклиная, умоляя, вот как угодно это называйте, не пережигайте кадр на этапе съемки. Мы на спор просто вот на курсе по lightroom берем кадры на 2-3 стопа недоэкспонированные и пытаемся их проявить, вытаскивая даже из них фактуру. Да, это плохо, да, это бывает шумно, но мы вылечиваем это, это становится лучше, чем если бы они переживали, пережженными были. Мариан спрашивает, что делал с закатным солнцем? Ну, давайте сейчас, я просто не помню, там был пример с закатным солнцем или нет. Сейчас поговорим про источники, где фактуры в принципе быть не может. Ну, рисовать вручную, это к чему гряну, все. Нет, конечно же нет. Закатное солнце, в чем в нем проблема в закатном солнце? В том, что у вас есть выжженный круг, бесфактурный, а по периметру переконтращенная, переверченная цветовая вот эта вот мешанина теплая. Там пережженные тона, перенасыщенные уходящие в отсечки. Лучший вариант круговым градиентом с пониженным контрастом, с пониженным клавити, довольно агрессивно, вы это прибираете уже, возможно, пониженный средний тон, чуть-чуть. Бывает, хайлайтс можно чуть минус уводить, но с большой, просто большой, круговой нашлепкой, понижайте контраст, понижайте клавити, уже будет лучше. Границы должны быть мягкими. В случае вот такого солнца, тоже съемка на фигуры, как раз идущие на вершину, внутри фактуры не будет никогда. Это понятно, что солнце лишено фактурой, если только вы не снимаете его специальной техникой. При поджатой диафрагме лучи видны вокруг источника, как правило. Двойная обработка. Глобальный круговой градиент поднимает клавити сильно, а по центру маленький градиентик понижает контраст круговой и очень сильно понижает клавити. В итоге я вижу проработанные в среднем тоне лучи по периметру в поднятом клавити, а в центре пониженным контрастом и пониженным же клавити я получаю мягкую область без вот этих вот рваных участков по подним кусочкам. То есть у меня есть некая белая звезда и расходящиеся фактурные лучи. Это что касается вот таких явных беспактурных источников. По закатным лучам то же самое. Вам важно, чтобы не было границы этой вот сжженной вокруг источника. Давайте поговорим про сложные ситуации с цветовыми акцентами, когда неявно представлен цвет в кадре. Как с этим быть? У меня есть некая фотография. Ну вот изначальный файл. Обрабатываю его там так же, как мы это обсуждали в Lightroom. Вот он у меня получается глобально. Открываю файл из Lightroom, как есть в фотошопе. Вот начальный слой. Что с ним делать? Ну еще раз. Мы говорим сейчас не про инструментарий. Мы говорим про визуальный анализ и про попытку вычленить и убрать паразитные тона. Возможно, есть другие методы. Я их просто не знаю, либо вот какое-то шаманство, может быть, подскажет оно мне еще. Но, как бы то ни было, моя задача убрать ненужные тона, которые мешают восприятию кадра. Какие тона здесь ненужные? Сейчас я пойду по шагам. Вообще, в съемочных условиях, это объектив 200-404К, Никоновский. Такая дура, 5 кг весом. На открытой диафрагме он очень сильно мылит фон. Естественно, о фонике, я уже сказал, кусты боярышника буро-красные, зеленоватые, с примесью циановых снежинок падающих. В итоге фон али-палат и бурыми пятнами покрыт. На переднем плане у меня бредущий садху, накрашенный краской. У него на лице белило цинковое, где-то в верхней части. Дальше на переносице лбу и под глазами у него желто-оранжевая краска. Вверху такое японское пятно, а-ля японский флаг. Он одет в цветные одеяла. Тоже цианово-голубовато-синий-мадженто-фиолетовые. Адская смесь, да? Бра! Вообще, вырвеглась. Плюс к этому, одеяло припорошено снегом и в этом одеяле очень много цветовой мешанины. Вот как быть в такой ситуации? Вы вынуждены, безусловно, что-то сами исключать из этого цветового месива. Убрать просто вайбранс в ноль. Ну, во-первых, это не лежит проблемой. Вы все равно получите какие-то тона ненужные, вылезающие в кадре. То есть, нужно будет в маске что-то убирать отсюда. Я хочу прибрать основные кричащие тона из фона и одежды, оставив цвета в лице, в одеяле над головой. Что касается бороды, она в принципе у него, из-за того, что он постоянно этой краской оперирует, она слегка желтая, но она седая по замыслу. Я хочу ее оставить седой. Я открою файл в фотошопе, полезу в RGB-шной модели, открою слой Hue Saturation, банальный, и буду каждый цветовой тон проходить один за одним, вот так, через красный, желтый, зеленый, циан, наш любимый, синий, магенто, проходить и отсматривать в пиковом значении насыщения. Задираю Saturation в красном до 100%, довожу до абсолюта, получаю такую термосъемку. Мне нужно посмотреть, где красный будет максимально в кадре вылезать, для того, чтобы понять, где вообще его нужно давить. Ну, ясно, что анализирую его по областям, в области А его многовато, он там не нужен, такой яркий, бьющий по глазам, там скорее такая ахроматичная область. В области Б тоже такие пятна вылезают, нужно ли? Я в маске это приберу скорее. В области С нужно, в области Д оставлю немножко, приглушу частично, потому что полоски были, но тоже, насколько сильно я хочу их получить красными, только от меня зависит. Аналогично пойду по желтому тону. Видно, что в фоне много желтизны, вот такая термосъемка вылезает, а-ля хищник фильм, да? В фоне есть, ага, ясно, что будем давить. В бороде желтизну тоже приберем, если была бы синяя борода, то возможно. Во лбу оставлю, во лбу звезда горит, пускай. В одеянии оставлю, да? Ну, ясно, что в фоне приберу. Итак, каждый тон анализирую. Короче, я пройду теперь каждый тон, так же в маске по очередности и буду, там, мышкой, пером, курсором, неважно, убирать то, что не нужно, мне кажется. Уберу проразитный желтый. Было. Вот она, борода и фон, да? Смотрите. Вот стало. Ахроматичная, условно, борода, чуть прибрал из фона, уже стало чуть строже, ключевое слово строже. Далее. Приберу мадженту. Было. Стало. Прибираю циан, во лбу оставляю, но убираю насыщение из одеяла. Было. Стало. Ни в коей мере не по мастеру хожу и дезинфирую, не надо этого делать. Каждый тон по очереди. В синим добавлю насыщение, чтобы заменить этот чрезмерно белый, так? Было, стало, да. И вот тот самый выбеляющий восьмую зону до девятой, счастливый белый через selective colors, немножко покажу, что одеяние припорошено снегом. Я чуть добавлю березны в этот снег, лежащий по контуру человека. Вот в итоге, что получается, идет цветной человек, ахроматичный белый, под скулами, на скулах точнее, да, и в бороде, ахроматичный достаточно снег. Притом, что одеяло цветное, умеренно цветной фон, да, в итоге мы видим акцент на лице. Было изначально вот так. Было, вот, стало. Было, вот, стало. Было, вот, стало.